Получите ваш счет, пожалуйста. Такую фразу в скором времени могут услышать жители республики не только при выходе, к примеру, из ресторана, но и от своего участкового врача. Дело в том, что с 1 января во всех субъектах федерации, в том числе и в Чувашии, введена программа по информированию населения о стоимости медицинской помощи. Подробнее прямо сейчас. Елена Петровна к участковому врачу ходит часто. В этом году после визита, кроме назначения рецептов на лекарства, пенсионерка получила еще один документ. Справку о стоимости оказанных ей медицинских услуг. Так, после сегодняшнего осмотра терапевтам в ней значилась сумма в 192 рубля. Нам раньше эту справку не давали никогда. Теперь мы будем знать за каждый прием, сколько денег платит государство за наш прием. Поэтому нам дали такую справочку. За эту справку не платим и не спрашивают с нас. Впрочем, так хорошо осведомлены далеко не все посетители поликлиник и больниц. Хотя сама программа в пилотном варианте еще в прошлом году была опробирована в ряде регионов России. Информирование населения о стоимости оказанных медицинских услуг ввели по поручению Владимира Путина. По замыслу разработчиков нововведений, граждане должны знать о средствах, которые выделяются фондом обязательного медицинского страхования на их лечение. Но многие опасаются, что платить по счетам придется из собственного кармана. Тему активно обсуждается в социальных сетях. От того, что пациенты будут знать, сколько стоит его визит к врачу, УЗИ, МРТ, следовательные очереди уменьшатся? Или пациенты откажутся получать эту, пока еще бесплатную помощь? Нас просто готовят к введению повсеместной оплаты за все. Привыкайте, ребята. Специалисты не устают объяснять. Систему обязательного медицинского страхования никто не отменял. Все равно каждый у нас делает отчисление в систему МС. Поэтому мы пока работаем за свое здоровье, платим, а потом уже эти деньги тратятся на оказание медицинской помощи. По данным территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии, только на организацию стационарной медицинской помощи в прошлом году направили почти 4,5 миллиарда рублей. В пересчете на одного пролеченного это составляет порядка 20 тысяч рублей. Бесплатное лечение для гражданина, а для государства обходится в существенные средства. Сама справка не является финансовым документом, а только информационным документом, который дает возможность человеку понять, сколько же на него потрачено в ходе его посещения в больницу. Так что теперь о том, сколько стоит оказание медицинских услуг и соответствует лечение федеральным стандартам качества, можно узнать сразу же при выходе из больницы, получив справку. Продвинутые пациенты смогут все проверить в личном кабинете на портале госуслуг.